Жители Цемлянска продолжают бороться с коммунальными неурядицами. Совсем недавно мы рассказывали о неисправном водопроводе, из-за порыва в котором фундаменты домов по улице Краснознаменной покрыты полутораметровым слоем льда. Ситуации, в которых оказываются жители Цемлянска, что называется, одна лучше другой. На этот раз к нам в редакцию обратилась Любовь Холомина. В ее двор стекают продукты жизнедеятельности жителей двухэтажек напротив. Проблема сопровождает женщину и ее семью уже несколько лет, но ситуация, выпавшая на ее долю, этой зимой переполнила чашу терпения. На место коммунальной катастрофы отправилась Анастасия Дубас. Картина маслом. Коток грязного серо-желтого цвета, ничто иное, как замерзшие нечистоты, стекающие под двор семьи Холомина из переполненной сливной ямы двухэтажек напротив. Эта грязная история длится уже шестой год, причем Любови Николаевне и ее мужу приходится мириться не только с неприятным фактом созерцания замерзших продуктов жизнедеятельности, но и постоянно вдыхать соответствующие ароматы. Вот оно буквально вчера в 9 часов потекло, и сегодня оно у меня уже практически порожек. И все это нарастает, нарастает с каждым днем. Оказавшаяся, мягко сказать, в неприятном положении женщина бьет во все колокола. Обращалась и в санэпидемстанцию, и в главе администрации, и даже в МЧС. На призыв о помощи откликнулось только коммунальное хозяйство. Изредка на место грязной неурядицы приезжает машина и откачивает содержимое сливной ямы. Но это лишь капля в море. Мы им позвоним, они на машину, вернее, не нам, а туда в дом приждет, откачают, на какое-то время затишье. А потом снова все течет, переполняется. Между тем, отходы заполнили не только придворную территорию. Канализационная жижа пробралась уже к самому крыльцу, уничтожив при этом и полисадника, вместе с ним и цветы во дворе. Дорожка с уклоном была. Вот уже сколько наросло. Вот здесь уже вот оно все. Если будет каждый день протекать, он уже до порожка до дома дойдет. Попасть в собственный двор, так сказать, по-человечески через калитку для холыминых не представляется возможным. Парадный вход буквально вмерз в стекающие нечистоты. Что будет весной, когда все это начнет таять и в страшном сне не приснится? Да и кто будет отвечать на наболевший вопрос, пока тоже не ясно. Анастасия Дубас, Сергей Овчаренко, Новости ВТВ.